Всем привет! Сейчас покажу как разделить большой плакат на две части в иллюстраторе. Первое, что нам необходимо, это узнать, где у нас середина. Нажимаем на объект, берем линию, направляющую и перетаскиваем по серединке. Она, если у вас включен режим быстрых направляющих, то она будет как раз по середине и прилипнет к серединке. Есть! Теперь нам надо узнать размер нашей БКУшки. Вот у нас 37 мм. Мы нарисовали квадратик. Он у нас сейчас синий, так что было понятно, сделаем его белым. Перетаскиваем. Если большой масштаб, то неудобно. Можно кладуть на поле, оно не выделится. Ну, снимется выделение. Зажимаем Shift И перетаскиваем к нашей серединке. Это пока условно. Раз. И второй раз. С другой стороны. Рисуем наши направляющие. Они к нам прилипнут. Видите? Она прилипает. Чук. И вторую. Еще даже подсветился объект. Есть. Теперь нам надо из этого всего сделать синюю линию. Делит. Делит. В квадрате. В прямоугольниче. Ставим посерединке. У нас. Смотрим, чтобы не не налезло на важные какие-то элементы. И закрашиваем каким-то цветом. Берем пипетку. I drop tool. И кликаем. Чтобы это нам все не мешало, мы сейчас будем работать с внутренней страницей. То есть у нас градиент остался. Осталось подтянуть эти элементы. Это влево. Это вправо. Здесь поставить логотип с правой стороны. И перенести название. Все. Вот это наша задача на сегодня. Выеличиваем. Control. Да. Конечно, желательно бы выровнять. Его увеличиваю. И все. Он тоже прилипает. Но не столь важно. Скажем так. Итак. У нас у нас вот есть линия. Она должна быть четко между четко посередине этой страницы. Как это мы можем сделать? Мы закрепим это. Закрепим. Control. 2. Что это у нас? Ага. Немножко увеличим. Берем эту линию. Зажимаем Shift. Переносим влево. Эту линию переносим вправо. Выделяем Shift. раз. Два. И так что у нас есть три. Вот они у нас выделены. Можно просто передвинуть. И Ctrl Z нажать обратно. Чтобы понять, что это мы реально что-то взяли то, что надо. открываем Transform. И ставим Horizontal Distribute Space. Одинаковое расстояние между всеми линиями. Вот. Теперь у нас посерединке. Это мы можем хотим удаляем, хотим отставляем. Главное, чтобы не забыть про них. Они нам дизайна не испортят. Теперь мы подгоняем это все в одну сторону. Да, хочется заметить, что вот эти все элементы это полупрозрачные PSD файлы. Мы их помещали на нашу страничку. Вот видите. То есть вам достаточно в Photoshop вырезать и поставить. Если надо что-то будет изменить, мы зайдем в Photoshop и изменить. Такая простая работа. Ой. Шир зажал. А это шо у нас такое? Ну, люк. итак. Ага. У нас еще эти должны быть подсередине текста. Ну, не знаю. Тут на свою интуицию лучше. Так, здесь не надо. Здесь у нас все хорошо. Стрелочками влево-вправо с зажатым шифтом можно подвигать это все анимышкой. Так. Чуть-чуть влево. Чуть-чуть влево. Влево. Так. Теперь у нас эта штука. Скопируем наш логотип с альтом в правую сторону. Он нам там понадобится электромонтажные материалы. Плацаем в два раза. Входим в режим текста. Берем уголок зажимаем shift и пропорционально уменьшаем. Раз. Два. Выравнив посерединке вертикально. Можно помочь стрелочками вверх-вниз. Зажимаем shift alt и переносим в правую сторону. Да. Закроем. Пока не надо. Смотрим общую картину. Та же самая петрушка. Подвигаем вправо. Так, чтобы они друг на друга не налазили. есть. Здесь вообще сплошная сплошная красота. С изолентами конечно беда. Придется их чуточку уменьшить. выделил все объекты. Нажал shift вердину. Вот. Даем немножко пустоты. Напоминаю, это объекты прозрачной PSD. Вот. если вы хотите что-то изменить, например, вот это вот. Видите, у нас один объект. Мы берем, нажимаем на него, скобы PSD, Edit Original. Вот у нас оригинал. Нажимаю, выделяем правой клавишей Layer V-Cut. Понятно. Повторим. Layer V-Cut. И сохраняем. Переходим обратно в Illustrator. Он говорит, что изменилось. Мы говорим, да. Да. Тогда надо в Photoshop сделать, например, побольше Canvas. Я бы, конечно, так не делал. Я бы, наверное, все-таки открыл этот файл. Давайте разделим этот файл. Бог с ним. у нас там было скобы. Нет, мы открываем его. Нет, мы откроем объекты. Это все. Переходим в наш документ. Теперь у нас три разных объекта. Теперь мы можем передвигать так, как нам хочется. Они все вместе. все. Я думаю, с остальными все будет понятно, как с этим, с этим, с этим. Ну, не важно. Лучше разделять эти объекты сразу и изначально. смотрим в общий вид, типа, красиво, никто перебил. Все, короче, надоело. что это у нас какой-то объект. Так, 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 так. Чуть-чуть уменьшим, весело будет, блин. Сделаем по-другому. Раз. Два. Приклады шуткового монтажу. Сделаем в одну строчку. Посерединке. Ну, если вы обратили внимание, там была зеленая линия быстрая направляющая. Если что, перемотайте чуть-чуть назад. И вот так будет у нас. Все равно ерунда, блин. Надоели. Наверное, надо... Логотипы же должны быть одни и те же. Правильно? Правильно. Е-М-Т. Я не знаю, что с ним делать. Ну, пусть так будет. Фигня, конечно. Что он неровно, да? Ну, короче. Хотите ровно? Чтобы уже ровно... Примерно прикинули. Вот, ровно. По левой стороне или посередине не имеет значения. Так, чтобы никому ничего не мешало. Фигня, конечно. Пусть заказчик утверждает. Спасибо. Есть вопросы? Пишите. Есть предложения? Пишите. Подписывайтесь на канал. Буду стараться, по мере возможности, добавлять какие-то новые видео. Спасибо. Спасибо.